Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации! С вами очередной, 105-й выпуск нашего регулярного подкаста. И сегодня мы будем освещать самые интересные и горячие события, произошедшие в НБА за последние полторы недели. И для того, чтобы разобраться в тех темах, которые мы сегодня выбрали на обсуждение, мне будет помогать мой постоянный соведущий, автор телеграм-канала «Его Игра». Вы его и все так прекрасно знаете. Женя, он с Джерри Биг. Приветствую тебя, Жень! Всем привет! Приветствую тебя, Жень! Чтобы разговор с вами провести. Ну и да, спасибо всем большое за поддержку. Это помогает нам развиваться и мотивирует нас на создание дальнейших выпусков. И, в принципе, с нашим дисклеймером на этом, я думаю, можно заканчивать и приступать непосредственно к обсуждению команд и тем, которые мы сегодня договорились обсудить. И так как в прошлом выпуске мы рассматривали ситуацию, происходящую в Лос-Анджелес Лейкерс, я думаю, наступил момент для того, чтобы разобрать и то, что происходит у их соседей по стейпл-центре, а именно клиперс. К тому же есть такой немаловажный инфоповод, связанный с этим, а именно дебют Пола Джорджа состоялся после нашего последнего записанного выпуска. И, в принципе, Пол Джордж уже успел провести шесть игр, и можно уже какую-то такую общую картину по клиперсу формировать и это тем самым обсуждать. Если же рассмотреть общую сложившуюся ситуацию в клиперс, то на данную секунду команда занимает третью строчку в западной конференции с показателем 12 побед и 5 поражений. Пятая фэнсив рейтинг, десятая дефэнсив. В принципе, команда еще, видно, что играет даже не на 90% своих возможностей, да я бы даже сказал, даже не на 80%. Но при этом пазл потихонечку начинает складываться, и самое главное, наверное, чтобы нам бы сегодня хотелось обсудить, то, как команда выглядит одновременно и с Каваем, и с Полом Джорджем на площадке. Жень, по традиции передаю тебе первое слово. Как тебе в целом клиперс в этом сезоне? И именно, если быть точнее, как тебе клиперс образца последних игр? Там, например, игр против Бостона, игр против Хьюстона, которые обе были очень интенсивные игры, зашедшие в нехилый клатч. Обе, которые клиперс обыграли, в первую очередь, за счет игры своих лидеров. Как тебе лак на старте сезона? И непосредственно Пол Джорджем с Каваем. Ну да, лидеры, Лу Уильямс и Монтрес Харл, они очень хорошо отыграли эти матчи. Патрик Беверли, еще не будем забывать. Патрик Беверли, давай не будем Патрика Беверли трогать, потому что он очень много сидел на паркете, ой, в смысле, на скамейке, потому что играть ему толком не давали. Он сидел на фоллах против Хьюстона. Правда, он был лучшим игроком против Бостона, поэтому, наверное, тоже надо отдать должное человеку. В принципе, давай так говорить. Клиперс выглядит очень страшно, потому что вот даже сейчас, даже в таком относительно ленивом состоянии, когда Кавай не особо упирается, когда Пол Джордж, ну, скажем так, он втягивается, но как-то он очень быстро втягивается. В одном из американских подкастов ребята пошутили. Знаете, кто говорит, сейчас MVP Лос-Анджелеса? Нет. Ну, наверное, Кавай. Нет, говорит. Это хирург, который делал Полу Джорджу операцию на его плечах. Вот, поэтому, действительно, бросковая механика вообще не пострадала, и чувствуется, что Пол Джордж в состоянии сейчас играть, в состоянии бросать. Давай так, у него сейчас 42% с трехи. В среднем на скромных 10 попытках за игру. Ну, плюс-минус уровень прошлогоднего Пола Джорджа до начала его болячек, после которого... До первой травмы, да. Именно, да. Вот, то есть... А если кто-то забыл уровень прошлогоднего Пола Джорджа, это уровень MVP, ну, скажем так, с следующим за Янисом. Поэтому, почему следующим за Янисом, почему Харден там не рядом? Потому что Пол Джордж играет на двух сторонах паркета, а Харден только на одной. Все. По поводу клиперс. Я так включил статистику, которая мне интересна по отношению этой команды. У них 33% подборов в нападении, после того, как Кавай и Пол Джордж играют вместе. Вот за последние пять матчей. 33%. Это больше всех остальных в лиге. При том, что... Я добавлю, я не перебиваю тебя, а хочу добавить, то, что в среднем значение клиперс, именно по этому показателю, в сезоне 25 с половиной. И даже с таким показателем они вторые в лиге. То есть, для людей, чтобы поняли, что 30 плюс цифры по этому показателю, ну, это какой-то космос. Продолжай, Жень. Да, это очень много. Это дает очки второго шанса. Это массу, скажем так, вытекающих из этого моментов. Что еще характерно, они играют не очень активно в плане форсирования потерь. То есть, они не последние, они не первые, они там где-то в середине. Но пока вот из-за того, что они в относительно расслабленном состоянии, они сами генерят очень много потерь для себя. Скажем так. То есть, я жду их где-то в районе 12-13% владений, заканчивающихся потерями. У них пока 17. Это многовато, но это явно не плей-офф режим. То есть, пока они вот в таком формате выглядят как Филадельфия. А это, конечно, мрачно. Я имею в виду с точки зрения потерь. А на банальную статистику переходить не хочется. Единственное, что я бы вот отметил, это соотношение, в принципе, вот доля подборов, которую они собирают, это 52,5%. То есть, это почти больше всех, больше собирают только Сиксерс. Ну, в силу размеров своих. То есть, доля подборов, которые они берут. Причем, вот эти 52,5% это за весь сезон. Это я не беру после возвращения Кавая и Пола Джорджа. Там процент еще выше. Я просто к чему? К тому, что команда, которая защищается, команда, которая не дает очков второго шанса, и команда, против которой в быстрых отрывах забивают достаточно мало, это команда, против которой тяжело набирать очки. И когда против них, ну, скажем так, когда они не дают возможностей оппоненту набирать, ну, скорить более-менее прилично, это начинает, ну, скажем так, быть, скоринг против Клиперс начинает быть проблематичным. Вот, допустим, по поводу очков после потерь. Несмотря на достаточно высокий показатель потерь, я уже говорил, 17% владений заканчиваются потерями, набирают против них меньше 15 очков за матч. Для сравнения, 13 очков это, ну, топовый показатель по лиге. Топ-2. Против них набирают чуть меньше 15. То есть, они, этот момент, они не дают оппоненту. Набирать очки второго шанса они не дают. Быстрые отрывы пока против них еще бегут, но я думаю, что как только они начнут собираться, тоже этот момент они будут исключать. То есть, команда начинает вот приходить в режим, так сказать, режим боевой, в режим плей-офф, они начинают притираться друг к другу, благо там, в принципе, уровень достаточный. Плюс вы наверняка читали, что Пол Джордж с Каваном там много лет играли на одном уровне, потому что они из одной территории. Ну, детали, кто хочет, они с калифорнийц, они в школе играли друг против друга очень долго. Почитайте в прессе. Но, в принципе, то, что сейчас показывает Клиперс, мне нравится. Это еще далеко не там убивающий все и вся баскетбол, но давай будем честны, расписание у них тоже в начале сезона, дай боже. Ну, давай, последние четыре игры. Оклахома, достаточно крепкая победа в два очка, Бостон, овертайм, Хьюстон, три очка разницы, ну, только вот пеликаны им отдались в воскресенье. Легко. Поэтому мне пока нравится. Для меня самое главное открытие статистическое с точки зрения игры в защите Клиперс это то, что у Клиперс большое количество качественных вингов, которые способны обороняться на дуге. Мы все и без этого так прекрасно знали. Очень большой был скепсис относительно того, как команда будет восполнять недостаток качества именно в ротации больших с точки зрения атаки и с точки зрения обороны. Вот по поводу второго Клиперс третий по реализации соперников двух очков бросков, в том числе и с краски. И да, там безусловно Зубец не оправдывает деньги, которые ему были выданы, но при этом на своих ограниченных минутах 16 он дает много подборов, то, о чем ты говорил, это 7 подборов, то есть пересчет на 36 минут у человека там 16 подборов это ну очень качественные цифры. Плюс еще почти полтора блока делать за эти ограниченные минуты. Хэррл, который всегда ну последние два года безусловно считается одним из лучших запасных больших, одним из лучших атакующих больших, ну может быть не одним из, но там в топ-15, в топ-20 стопроцентно входит в обороне он в этом году из того, что я видел, показывает лучшую подвижность на ногах, он быстрее успевает за маленькими соперника, а то, что в краске он всегда там плюс-минус там подчищал, подбирал и делал те подборы, которые нужно, это я как бы раньше и было известно, вот именно мобильность Хэррла вот в первых там 20 игрок сезона для меня наверное самое большое именно оборонительное открытие с точки зрения Клипперс. Если же больше смотреть по персоналям, вот Женя больше посмотрел вот именно с точки зрения командной игры, я больше все-таки ударюсь в персоналии. Для меня удивительно насколько Лу Уильямс сохраняет свою молодость и насколько он вот опять же как-то правильно отметил, в те моменты, когда у Пола Джорджа и у Кавайа вот в последних играх не идет, Лу просто без стеснения берет мяч, без каких-либо косых взглядов лидера и просто тащит эту команду на себе. Игра с Бостоном это яркое подтверждение не пару шальных, ну если бы не было бы пару шальных трех и флоутера в исполнении лучшего шестого трехкратного, то Клипперс бы 100% на ту игру проиграл. И в целом Лу в сезоне 22 спей на очка не то что не просел в эффективности, в чем я опасался перед стартом сезона, срамит меня такого скептика, выдает 43% с игры, 36% из-за дуги. Вообще в целом Клипперс играет не в такой уж быстрый темп, у них 12 темп лиги на данную секунду, 102 владения, но когда Лу выходим на паркет, то Клипперс сразу начинает бежать побыстрее, и он в среднем дает плюс 2 владения в те моменты, когда находится на паркете, что дает некую вариативность до Куриверсу. По поводу Кавайа с Полом Джорджем, окей, по Полу Джорджем в первые игры вообще никаких нареканий, как мне кажется, как для человека, который пропустил первые там 14 игр сезона, вообще никаких нареканий не может быть. К тому же еще одно интересное такое наблюдение по Джорджу, то, что сейчас он показывает наимаксимальный в карьере свой ассист рейт, то есть, когда он находится на паркете, то 30% ассистов команды приходится на его долю. Для сравнения, до этого исторический максимум в карьере Пола Джорджа пришелся на сезон 2015-2016, еще тогда в Индиане, и это было только 20%. К тому еще добавим, что Кавай усовершенствовался как именно такой, как ведущий игру, как ассистирующий персонаж, и в принципе сразу понятно, что весь тот скепсис, который витал относительно Клиппер, что в команде нет такого вот, ну, разыграющего, условно говоря, вот соедините Кавай с Полом Джорджем, и в принципе в их стартовой пятерке можно сказать, существует один элитный такой разыграющий. Да, понятно так думать, не самый верх аналитики, назовем это так, но то, что и Кавай и Джордж стали лучше именно в ассистировании и ведении игру в этом сезоне на данную секунду, мне кажется, это отрицать как-либо грех. До того, как я ударюсь в какие-либо такие игроки, которые поменьше, и по поводу них выскажешь. Извини, сейчас по поводу ассистов я тебе сейчас скажу. Два момента. Во-первых, момент в том, что Пол Джордж, когда играл без Кавая в две игры, он много очень отдавал, потому что через него шла игра. Во-вторых, есть такая штука, как те люди, которые тебя окружают. То есть, что считается ассистом? Это реализованная твоя передача. То есть, ты отдал, кто-то забил. у Пола Джорджа раньше, особенно во времена Индианы, особо хороших снайперов под рукой не было. Поэтому, то, что у него сейчас растет количество ассистов, это абсолютно нормальная ситуация, потому что уровень исполнителей рядом, он чуть-чуть повыше, они больше реализуют, и он, естественно, получает больше очков в копилку в качестве ассистента. Поэтому, ну, Кавай продвинулся, безусловно, Пол Джордж просто сейчас получает буст за счет того, что партнеры у него получше. Единственный момент, который я бы хотел отметить, о котором, в принципе, у нас в Рунете не говорят, это то, что Док Риверс стал, ну, даже, я бы сказал, настаивать на том, чтобы Кавай и Пол Джордж играли пик-н-ролл с маленькими. И, в частности, вот, мне очень понравился пик-н-ролл Кавайа с Лу Уильямсом, потому что как ты будешь против него защищаться? Причем, на мече не Лу, на мече Кавай, а Лу ставит заслон. С одной стороны, это вроде как, ну, как ты собираешься оббегать маленького, который заслон ставит. Ну, должно быть теоретически легче, но, если в него влетает тяжелый игрок и Лу будет падать, то, соответственно, это фол. То есть, ты должен осторожно очень оббегать такой заслон. Второй момент. Если ты начнешь обходить такой заслон снизу, бросить может Кавай, Лу может отшагнуть назад, бросить и он, оба хорошие шутеры с трехи, тоже опасно. То есть, ты получается защищаться от такого заслона, можешь только сверху. А в этом случае у тебя два достаточно быстрых игрока остаются впереди по отношению к кольцу, по сравнению с игроком, который оббегает этот заслон сверху. И вдвоем Кавай и Лу начинают проваливаться под щит, ну, проход делать, и разыгрывать между собой. И получается, они фактически сразу начинают играть два в один ситуацию, которая изначально для них уже выигрышная. Тем более, что стартануть очень просто. Вот этот тот пик-н-роу, который сейчас набирает популярность, они играли этот пик-н-роу Кавай с Лаури в прошлом году, не часто, но играли. Ван Влит играл этот пик-н-роу с Кавайем, поэтому это та штука, которая сейчас в принципе начинает набирать в лиге популярность. Ну, об этом, я считаю, надо сказать здесь и сейчас, чтобы, скажем так, наши слушатели тоже обращали внимание на эту вещь. Все. Относительно Полу Джорджа, ответочку тебе кину, что не совсем согласен с твоим стезисом, что сейчас Полу Джорджа окружают именно в их нынешнем состоянии игроки, которые там лучше, чем у него там были в Индиане. Лучше ли эти снайперы, чем в Оклахоме в те два года, что Джордж там провел? Безусловно, тут спорить однозначно не буду и это не надо, если вы здоровый, адекватный молодой человек. Однако, даже в том вот виде, который сейчас вот люди... Во-первых, Полу Джордж не провел ни одной общей игры с Лендри Шеметом, который вообще считается чуть ли не основным снайпером команды, который вылетел на неопределенное количество времени с травмой левого голеностопа. Мак Грудер, который является довольно-таки неплохим трехочковым исполнителем по своей карьере, у него сейчас около 33%, что ниже его способностей. Беверли, который всю свою жизнь поливал тому от 36 до 40%, сейчас имеет 26%, при том, что у него основные трехи, которые ему даются, это открытые трехи из-за угла. Да, Паттерсон чуть-чуть восприял из мертвых, и хоть и у него все равно по общей эффективности бросков все довольно-таки печально, но вот именно с получением он бросает там 40+, в общем, 39 из 6 из дуги. В общем, к чему это все говорю? То, что Джорджа именно в данный момент окружает снайперы лучше в его карьере, я так сказать не могу. По потенциалу безусловно, бесспорно, и при этом потому, что я видел, как Джордж играет, именно с точки зрения каких-то вот тайминга передачи своевременной, там, да, под открывающейся игрок, которая залетает под кольцо, или опять же на дугу, Джордж, на мой взгляд, выглядит получше, чем он выглядел вот там за предыдущие 2-3 года, потому что сейчас, да, безусловно, отсутствие Кавая, ты абсолютно прав, сыграл свою роль, но все равно мне раньше казался Джордж более затянутым именно на скоринг, иногда вот он пропускал какие-то вот такие вот передачи, которые напрашиваются ради там какого-то там броска из-под кольца сопротивлением в своем же исполнении сейчас как-то, ну, что ли мудрее стал Пауэр Джордж, либо реально этот хирург, еще и хиромант, к тому же, и кто-то смог загипнотизировать как-то Пауэр Джорджа, не знаю, в чем кроется секрет, но факт остается фактом, Клиперс выглядит хорошо, и это, ну, очевидно, по крайней мере, для меня, ну, и как Женя, в принципе, подтвердил, что команда играет далеко не на 100% своего потенциала, будет любопытно смотреть, что дальше будет с этой командой, ну, а на данный момент, я думаю, мы и так высказали очень много таких интересных тезисов, которые хотели, в принципе, высказаться, Жень, есть ли те что-либо еще по Клиперс добавить, или будем переходить к обсуждению другой мощной западной команды? Поехали дальше. Поехали дальше, будем говорить теперь о команде, которая скорее идет не вопреки всему, что с ней происходит, так высоко, как она идет, по крайней мере, по моим ощущениям, которые я наблюдал из этой команды, речь я веду о занимающей вторую строчку западной конференции Denver Nuggets с показателем 12 побед и 3 поражения, самая медленная команда лиги, 97,5 владений, в принципе, это было ожидаемо еще с первых игр чемпионата, и эта тенденция все больше и больше закрепляется, но при этом, если посмотреть на состав, то и в принципе на метрике команды, на то, во что команда играет, многие игроки этой команды проводят сезон намного хуже, чем с его прошлого, однако результат все еще на том же уровне, и, честно, пока непонятно, хороший ли это знак для Denver, что они могут стрельнуть еще сильнее, как бы, в течение регулярного чемпионата, или это знак, ну, настораживающий, то, что, как бы, результат не совсем соответствует игре, которую команду поставил Майк Миллоун в этом регулярном чемпионате, Жень, как тебе кажется, в какую сторону правда ближе, и как тебе в целом игра самородков на старте регулярного чемпионата? Denver играет очень, очень своеобразно, то есть, давай начнем с того, что им на старте сезона прям везло, ну, как, я даже не знаю, с чем сравнить, как обладателям кролищей лапки, четырехлистного клевера, и всего остального, что там еще должно приносить удачу, потому что против них открытые броски попадали с процентом, открытые трехи попадали с процентом то ли 27, то ли 26, ну, что-то, короче говоря, с сопротивлением так нормальный снайпер попадает, а тут, блин, это самое, простые броски, открытые броски, и то народ против них не попадал, я не знаю, вряд ли это высокогорье, скорее всего, это какая-то, знаешь, магия, то есть, то, что Денвер действительно показывает хорошие результаты, это прям для меня удивительно, я вот смотрю их игру, я не понимаю, я никогда не любил Джамала Меррея, но он действительно на немножко другом уровне по сравнению с большинством ребят с его же драфта, и в принципе мне нравится то, во что он сейчас играет, он стал чуть-чуть более бережливым в отношении владений, и его эффективность, ну, на мой взгляд, растет, я не смотрел специально в цифры, он действительно не лучший сезон проводит с точки зрения цифровой, но вот визуально он мне стал нравиться немножко больше, чем было. Йокич плох пока физически, он так, ну, скажем так, понятно, что ему нет возможности сейчас прийти в какую-то норму, поэтому, естественно, он выглядит не очень хорошо, но то, что команда умудряется, несмотря на все это, выигрывать, реализовывать какие-то моменты и так далее, это, конечно, очень хороший знак, однозначно хороший, потому что они должны в любом случае, понимаешь, все равно будет считаться количество побед в итоге, сейчас у них 12-3 на, ну, плохой игре, давай будем честны и откровенны, и они взяли пять подряд, вот, на сегодняшний момент, я даже не знаю, как там, как дальше у них пойдет, потому что, куда ни глянь, у них результат не очень, у них плохой процент с игры, у них плохой процент с трехи, они катастрофически мало штрафных бросают, там был смешной момент, они против Феникса бросили, в какой-то момент у них там было, по-моему, два броска штрафных или три, что-то такое, против 12-13 у Санс, ну, то есть, это было совсем, знаешь, не похоже на то, что команда может выиграть, они три четверти держались с Фениксом ноздря в ноздрю, и это Феникс играл без Бейнса, без Рубио, ну, то есть, это половина команды, фактически, потом, четвертой четверти добавили, там, три-четыре раза подряд попали, плюс 10, все, игра закончилась, то есть, то, что они сейчас в таком состоянии могут давать результат, это очень хорошо, это однозначно положительный знак, частично, частично, я могу это объяснить двумя моментами, они стали уделять внимание эффективности собственной, с точки зрения бережливости владений в защите, то есть, они меньше стали фалить, это при том, что надо учитывать, что Йокич фалит на всей площадке, потому что ему лень бежать в защиту, он не успевает ногами, при этом они сейчас там в топ-10 по количеству фаллов, ну, по наименьшему количеству фаллов, давай скажем так, у них достаточно неплохой процент подборов на своем щите, это тоже хорошая метрика, на которую надо обращать внимание, ну, неудивительно при их составе, ну, при их, скажем так, виде внешнем, но тем не менее, на это имеет смысл обратить внимание, потому что команда, некоторые команды, скажем так, в этом уступают, и что касается атаки, тоже последний, пожалуй, момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что они стали гораздо реже терять мяч, вот прям заметно, я не знаю, по цифрам я не сравнивал с прошлым годом, но визуально они стали более бережливо относиться к владениям, и вот этих от фонарных передач, которые Мюррей отдавал, их стало гораздо меньше, ну, прям вот намного, плюс Йокич, из-за того, что они и раньше играли много хэнд-оффов, и сейчас он играет хэнд-оффы, и немножко он сократил количество передач таких вот сложных, ну, не скажу, что выпендрежных, но сложных, из-за этого они обращаются с мячом более аккуратно, меньше потерь, соответственно, даже если они промахнулись, они не отдали быстрое владение, то есть, это не потери, они не получили отрыв быстрый себе в кольцо, и поэтому это тоже достаточно серьезный фактор, который, на мой взгляд, мне кажется, влияет на результат, то есть, у них меньше 14 очков после потерь, они получают свое кольцо, меньше 14 очков после потери, это хороший результат, ну, и так как они хорошо подбирают, у них лучший результат в лиге, ну, после, опять-таки, после Сиксер, понятно, очков второго шанса они дают оппонентам всего 10 с половиной за матч, это очень мало, пожалуй, все. в такие ситуации, когда Женя настолько мантументально объясняет ситуацию в команде, мне остается лишь только поддакивать и просто закинуть некоторые факты с точки зрения цифрового подхода к этому вопросу, то есть, к тому, что говорил Женя, относительно потерь согласен, в этом году Денвер занимает четвертую строчку по проценту потерь в своих владениях 11,9%, если быть точнее, в прошлом году, поэтому показания не были во второй десятке, с показателем 13,5%. Относительно тезиса Женя, что соперники Денвера постоянно промахивались в ситуациях, когда, но они не должны были, это также статистика подтверждает, то есть, на данную секунду Денвер пятый по эффективному проценту попадания соперников 49,4%, несмотря на то, что по всем статистическим средним данным ребята, которые бросали те открытые броски в целом, в целом, откуда соперники Денвера бросают, у них этот процент против средней защиты должен быть 52%, ну, то есть, разница 2,5%, она существенна. Относительно подборов, тоже правильно, Денвер третий по проценту подборов нападений, и, ну, на примере вот тех вот, наверное, пяти или шести игр, которые я видел в Денвере в этом году, вот владение, когда кто-то прорывается под кольцо, промахивается, и там на подборе выскакивает либо Йокич, либо Пламли, либо Гранта добивает в кольцо, это довольно-таки частая картина, и вообще ни в коем случае не должна никого удивлять. С точки зрения плохих вещей, которые вот Денверу свойственны, на которых Женя постарался как-то, наверное, не сильно отскетировать свое внимание, Денвер на данную секунду занимает третью строчку в конференции, даже не в конференции, а в целом в лиге, только лучше результаты только у Милуокии и у Лейкерс, при том, что команда лежит на девятой строчке по Margin of Victory, это показатель, который показывает среднее количество очков, с которым команда обыгрывает своих соперников меньше пяти. Сюда приплетаем опять же вот те вот близкие, постоянные игры, которые Денвер показывает, два базарбитра Йокича против Филадельфии и против еще кого-то, если честно, запамятовал, но это к тому, что, это к разговору о том, что некоторые говорили, что имбит лучше, лучше как клачер, чем Йокич, ну, как бы, ну-ну, ребят, давайте поговорим об этом года через три, когда Джоэл хотя бы единственный базарбитер в своей жизни забьет. Если же возвращаться к Денверу, то их нападение сейчас, оно антиэффективное, то есть, по трехочковым попыткам они 28-е по 3-поинт рейт, то есть, по соотношению всего лишь там 1-третьих бросков трехочковых и, ну, как бы, они выше только Сан-Антонио и какой-то другой команды, которую я не знаю, однако, если ты выше всего лишь Сан-Антонио какой-либо другой неизвестной команды, то это как бы должно тебе говорить о том, что можно этим вопросом заниматься и почаще. То же самое касается другого эффективного броска в баскетболе под названием штрафной. Денвер 28-е по количеству штрафных и 24-е по их реализации. Реализуют их всего лишь с процентов 74. Но при всем, при этом, опять же, медленный темп все-таки помогает им скрыть вот эти все небрежности, назовем это так, и за счет старания и вот жесткой борьбы на счетах все-таки Денвер свое забирает. Если же смотреть с точки зрения игроков, то, опять же, вот я сказал перед стартом нашего разговора, что, наверное, вот два с половиной человека, можно сказать, играет лучше себя самого прошлогоднего. Милцеп, на удивление, остается плюс-минус на том же самом уровне и при этом бросает трешку на доселе невиданном для себя 50 процентах. Это очень круто, при том, что попыток у него там не сказать, чтобы мало. Мюррей, о котором Женя сказал, если Женя хватит, хвалит Мюрре, то, поверьте мне, это значит, что Джамел Мюррей реально стал лучше, чем в прошлом году. Ну и самая удивительная фамилия вот в этом списке это Уилл Бартон, которого, ну там, летом многие предлагали вообще Денверу обменивать ради какого-то усиления, а в итоге человек является на данную секунду, пожалуй, третьим лучшим игроком команды, забивает 45 процентов с игры, 46 из-за дуги, у него карьера хайпа подбором по ассистам, реально в целом играет на команду и действительно приносит пользу. В принципе, есть, так сказать, пространство для улучшения результатов, в первую очередь это касается, конечно же, Гэри Харриса, который вот уже второй год как-то не там, не сям с точки зрения игры в атаке, в обороне, он все еще, наверное, одна из ключевых единиц наггетс, но вот в атаке, да, его трехочковый бросок стал получше, 35, но при этом ему дико урезали его владение из-за того, что просто как бы они предпочитают давать трехочковые броски из планки Йокичу, которого в этом году 24% из других, опять же, это очень низкий показатель, Йокич, насколько я помню, ни разу в своей жизни меньше 30 за сезон не кидал, по скамейке тоже есть относительные вопросы, Джереми Грант, к сожалению, не сделал того шага вперед, которого я лично от него ожидал, чуть-чуть начал стагнировать, трешка чуть-чуть просела, Моррис, Пламли и Бизли, все играют плюс-минус стабильно, но не сказать, что они играют лучше себя прошлого сезона, также какая-то стагнация, ребятки играют в среднем минут по 16, и там все набирают от 16,5 до 8,5 очков, но главный человек, который реально регресснул по сравнению с прошлым сезоном, это Тони Крейг, да, безусловно, он там на его счету защитная... Тори Крейг, извини. Тори, да, извиняюсь, Тори Крейг, на его счету победное защитное владение против Феникса, против Девина Букера, безусловно, в защите он все еще так хорош, но в атаке он ни к чему от слова совсем, и из-за этого связан дикий просет по его средним минутам по сравнению с прошлым сезоном. Если бы историк Крейга и Хуанчо Ирнан Гомеса можно было слепить одного человека, для справочки, для тех, кто, может быть, не в курсе, не следит, Хуанчо, в свою очередь, наоборот, он довольно-таки неплох на половине соперников, у него там 40 из дуги даже, это банально, но это в нынешней лиге играет большую роль, но при этом в защите через него постоянно наваливают, он становится жертвой для разменов, и в те минуты, там, в те 10-12 минут, которые ему отводятся, Хуанчо становится, ну, непреодолимой обузой именно на своей плане паркета. Майкл Портер тоже пока что не особо сильно радует, но при этом я лично от него такого не ожидал, я думаю, человек все-таки сыроват для НБА, даже несмотря на то, что второй год официально числится в лиге, я думаю, ему годика два нужно, да, для того, чтобы он начал что-либо показывать. То есть, да, если смотреть именно по индивидуальностям, то команда должна показать результат намного хуже прошлогоднего, но вот пока вот за счет вот того, что выгрызают близкие концовки, команда реально закрепилась на второй строчке конференции и, в принципе, по календарю не сказать, что у них там все было очень легко, средний календарь, не сказать, что в связи вот именно с этой, с переменной должны результаты Денвера стать хуже. Женя смотрит на это позитивно, то, что команда должна стать лучше, меня же все-таки это, наверное, чуть-чуть напрягает. Безусловно, Йокич должен как-то преодолеть свой физический спад, связанный с его участием на чемпионате мира, том же самом, у человека не было перерыва, может быть, поможет как-то в середине сезона и он вернется к своему пику, там будет ближе к плей-оффу. Это все правильный подход, но пока все-таки есть сомнения, что Денвер могут просесть все-таки, поэтому тем будет любопытнее смотреть на эту команду в дальнейшем. Жизнь, у тебя есть ли что добавить или прокомментировать то, что я сказал по Наггетс, потому что я себя исчерпал и поэтому я бы вообще перешел к обсуждению другой команды, но я думаю, что тебе есть что сказать. Ну, давай сэкономим время, потому что по Денверу мы можем дискутировать там еще некоторые, ну, скажем, значительное время. Давай переходим к Бакс, потому что по ним, наверное, будет интереснее чуть-чуть. Ну да, мы чуть-чуть перенесемся в восточную конференцию, как показ практика этого сезона, мы туда переносимся не очень часто, потому что весь трэш садамия и любопытности происходит именно все-таки на западе, но вот сегодня вот как представитель восточной конференции у нас Милуоки, лучшая команда НБА на данную секунду, первая на востоке с показателем 13 побед и 3 поражения, единственная команда в ассоциации, которая входит в пятерку и по офенсив рейтингу и по дефенсив, играющая с первым темпом в лиге, в принципе, Милуоки мне вот именно в этом плане очень сильно напоминает Юту тем, что вот когда мы про Юту говорили, я сказал, что как бы, ну да, мы хотим про них говорить, есть что сказать, но при этом игра особо сильно у команды не поменялась по сравнению с прошлым сезоном, у Милуоки то же самое, они все лидеры по подборам, лидеры по темпу, игра строится вокруг Яниса, единственное, что в этот раз как-то снайперы его вот именно вот чем больше регуляр чемпионат идет, тем больше они просыпаются, несмотря на то, что там тот же самый Брук Лопес на данную секунду стреляет лишь 30%, несмотря на то, что в прошлом году приучил к 40+, и все равно против Милуоки пока не находит противоядия, да, безусловно, конференция слабая, но все равно даже в играх против западных конкурентов они держатся молодцом и все еще как бы вот эта игра, которую привил команде Майк Буденхольза в прошлом регулярном чемпионате приносит плоды и в целом да, Милуоки на данную секунду выглядит очень бодро и очень симпатично, Жень, согласен ли ты с этим тезисом и какие может быть наблюдения по игре БАКС ты сделал в начале этого регулярного чемпионата? Давай так скажем, БАКС сейчас это тот отряд, который не заметил потери бойца Криса Миддлтона. Я понимаю, что они играли ну там с низами, так сказать, Портленд, Атланта и так далее, вот эти последние матчи, но тем не менее, отсутствие Миддлтона последние шесть игр и не было ни одной игры, которую БАКС выиграли бы меньше, чем в восемь очков. Ну, то есть, уверенно, спокойно, после вот этой Оклахом, после игры с Оклахомой, где собственно Миддлтон травму получил, после этого даже там бэк-тубэк был, плевать. Спокойно отыграли, выиграли, пошли дальше. Никаких там проблем они себе не составляют. Много очень бросают с дальней, попадают хреново. Вот тут они без Миддлтона, скажем так, и он начал сезон не очень, ну и без него они просели там совсем крепко, то есть, у них полтора землекопа, которые попадают, это Хилл и Браун, но они на двоих берут пять бросков, и это несерьезно. Девинчанзе еще 38 попадает, что в принципе неплохо. Ну, окей, хорошо, я просто я смотрю на стартеров, и стартеры не оправдывают, скажем так, своих владений, которые они тратят на трехочковый бросок. Есть одна такая метрика, которая называется, как бы это правильнее сказать, ну в общем, очки реализованные, владения реализованные в очки, как бы, я не знаю, как правильно это назвать, она, скажем так, локальная. Да назови по-английски, слушатели, я думаю, разберутся. Да ладно. Короче, идея какая? Сколько очков ты наскорил в зависимости от своих имеющихся возможностей для того, чтобы набрать очки. То есть, чем чаще у тебя получается набрать очки, тем больше твой результат. и метрика, она отталкивается от среднего значения по лиге, то есть, если ты плюсовой, согласно этой метрике, то ты набираешь за свои владения на паркете больше очков, чем, допустим, средний игрок. Ну, для примера, супертоп в этой лиге, допустим, там, три года назад был Стэв Карри, который набирал на четыре очка больше, чем средний игрок за свои владения. То есть, фишка еще этой метрики в том, что она учитывает количество твоих возможностей для того, чтобы ты набрал очки. То есть, если там Карри бросает 15 раз или Харден бросает 20 раз, имея 20 возможностей для того, чтобы набрать очки, то метрика учитывает все эти возможности. И поэтому, чем больше у тебя этих шансов и чем больше ты их реализуешь, тем лучше. Смысл в чем? Обычно каждое твое владение, оно приносит в среднем чуть больше, чем одну очку должно приносить. Если у тебя есть игроки, которые набирают больше, чем вот это среднее одну очку, ну, 1,003 или сколько там, 1,07 сейчас по лиге, то это, естественно, тебе в плюс. То есть, это эффективное достаточно владение. Вот почему я об этой метрике заговорил? Потому что в бакс людей, которые эффективны в этом отношении, это Янис. И все. И больше там нет никого, кто был бы выше там 0,2 по этой метрике. А у Яниса там 2,9, по-моему. Ну, это отражается в победах. как эту метрику расценивать? Одно очко в данной метрике, то есть, плюс 1 в данной метрике, это 2,7 победы на протяжении регулярного чемпионата на 80 играх. то есть, если у тебя там плюс 1 в этой метрике, это 2,5 победы в среднем ты приносишь своей команде. Естественно, имеет смысл так оценивать только звезд, и там всего суммарно 15 человек в среднем в лиге выходят за двойку по этому показателю. Но метрика сама по себе дает возможность тебе оценить, насколько реален вклад этого игрока в успех команды. Очень хорошая, очень интересная метрика, жалко, что она не распространена особо. Ну, вот для сравнения сейчас, допустим, по этой, согласно этой метрике, там, Дончич в топе, Леброн в топе, и Харден, естественно, в топе. у всех за три. Ну, неважно. То есть, я просто к чему? К тому, что в Бакс человек, который их тянет полностью, один это Янис, и самый, ну, скажем так, для меня удивительный момент, что вот эти вот все набранные, там, Мэтьюс, Хилл, переподписанный Корвер, в смысле, подписанный Корвер, переподписанный Ильясова, они не дают того вклада в атаке, который от них ожидался. Бакс еще больше стали командой Яниса, я даже не думал, что это возможно, но на самом деле сейчас так и есть. Единственный, кто меня хотя бы относительно радует своей активностью, это Блетсу. Его, конечно, все палили говном после прошлого плей-офф, было за что, безусловно. Блетсу, видимо, сделал выводы, он сейчас в атаке старается активничать, он начал более внимательно, скажем так, относиться к своим прямым обязанностям, то есть к розыгрышу. Это было еще при Мидлтоне заметно, но вот сейчас он, допустим, стал еще более активно проходить в краску, он стал, скажем, меньше терять мяч по сравнению с собой прошлого сезона, то есть его соотношение ассистов к потерям сейчас превосходит два, а это, скажем так, не то чтобы гроссмейстерский показатель, но это показатель плеймейкера команды плей-офф, то есть пока в этом отношении он тоже более-менее неплох. Блетсу стал лучше во всем, кроме трехочкового броска, пожалуй, где у него все еще 37%, но там как бы не стоит ожидать такого прогресса. Ну, у него всегда были проблемы, спасибо, Марк, у него всегда были проблемы с этим делом, ну, понятно, тут ничего не сделаешь, он хороший катер и хорошо проходит, слэшер хороший, но треха это не его. С другой стороны, если ты не будешь бросать, то тебя не будут на дуги окрыть, поэтому, скажем так, давай так, он все равно лучше, чем у Эсбук, пока. Ха-ха-ха, я как человек смотрел за игрой Даллс Хьюстон, не могу не согласиться. Ну, все, то есть, это еще больше команда одного человека, выздоравливающий девиченца и обидно непрогрессирующий Конатан, это вот те два момента, которых я бы хотел сказать. А, ну, еще, да, последний. Робин Лопес, который потерялся, на мой вкус. Я ждал от него большего и более яркого выступления в том числе. Все. подцепил привычку еще от своего брата бросать трешки больше двух попыток у Робина за игру при 27%, как бы, ну, как говорил мой дед, не хочешь срать, не мучай жопу, а Робин, но именно этим сейчас и занимается. И мне кажется, все-таки, вот, если бы играл больше по результату, то, ну, точнее, больше по своему скиллу, то это больше бы команде приносило дивидендов. Относительно Конатана вынужден чуть-чуть с того не согласиться, потому что Пэт стал намного увереннее себя чувствовать именно после травмы Миддлтона, его подскочили минуты и именно его эффективность с точки зрения нападений тоже, как бы, ну, встала, так сказать, на рельсы. Начало первые, там, 10 игр, в которых Миддлтон принимал участие. Безусловно, Конатан был, наверное, худшим бингом Милуоки вообще, но сейчас он потихонечку приходит в себя, так что насчет него я бы не стал так сильно категоризировать. Вот, или вот, я не знаю, короче, что я хотел, ну, надеюсь, вы меня поняли, что я хотел сказать этим. По поводу Милуоки, главный аспект, мне кажется, за счет чего эта команда выстрелит в регулярном чемпионате и останется плюс-минус на плаву, это ее, ну, глубина, потому что играют больше 14 минут в среднем. И это круто. Это при том, что из ротации еще выпал, как мне кажется, не самый бесперспективный Диджей Уилсон, которого еще, в принципе, можно будет сыграть в случае, тьфу-тьфу-тьфу, конечно же, травмы кого-либо в составе. Относительно личности, в принципе, ты и так неплохо прошелся. Вот Девинчензе, которого я вкренил в твой монолог, хотел бы отметить, ты был прав, когда мы с тобой говорили относительно травмы Миддлтона, именно ему больше всего, так сказать, помогла эта травма с точки зрения получения минут, бросков и в целом влияния на паркете. И, в принципе, конечно, там до самого прогрессирующего, ну, как бы, не будем вообще говорить об этом вслух. Однако, если бы в НБА была премия под названием самый прогрессирующий из людей, на которых вообще было насрать в прошлом году, мне кажется, Девинчензе был бы фаворитом этой гонки, потому что он реально приносит большую пользу. Ты абсолютно прав, Джордж Хилл играет, как будто прошлый плей-офф не закончился, из-за Дуги. Это гроссмейстерский показатель, при том, что он неплохо ведет игру второго юнита команды. Ну, а по Янису, как бы, добавить нечего. Очередной мне, как, ну, на данную секунду, на мой взгляд, сезон МБП. У него карьер хай по подборам, по ассистам за игру, по атаке. Опять же, потихонечку, сейчас, с течением сезона у него начинает стабильнее, если так, ну, опять же, стабильнее в рамках игры Яниса, его трехочковой, то есть, там, 29 при 4,5 попытках, еще две недели назад, там было 26 при 4. То есть, ну, опять же, это дает какую-то надежду, скорее всего, снова фальшивую, но все равно надежда на то, что Янис как-то постабильнее будет с трехи попадать, и тем самым еще сильнее закрепит статус, безусловно, фаворита за МБП. Ну, а в целом, да, команда выезжает, в принципе, за счет багажа, который вот построил Бульных Ольцев в прошлом году, и, в принципе, игроки, которые пришли на места ушедших, потихонечку привыкают к королям, тот же самый Мэтьюс, в обороне, про оборону Мэтьюса не буду говорить, как бы, долгие слушатели подкаста нашего помнят, что я думаю по поводу этого аспекта игры атакующего защитника, но в атаке, кстати, я говорю, это именно как 3, ну, 3, без D, исполняет более-менее сносно, конечно, можно было бы получше, но, в принципе, и так, пока что сойдет, пока Янец так играет, в принципе, нормально. По Милуоке мне лично сказать больше нечего, я думаю, ты также, в принципе, высказался по максимуму, если я не прав. Один момент, один момент, поконат оно. Знаешь, сколько он штрафных бросил за весь сезон? Могу предположить, что мало, ну, 3, 3, то есть, если это человек, который действительно хочет что-то там показывать и получать какие-то владения и так далее в атаке, он должен хотя бы как-то набирать штрафные себе. Когда ты бросаешь 3 штрафных за 14 матчей, за там 250 минут на паркете, но это несерьезно. Поэтому, скажем так. просто ради любопытства, Жень, если у тебя стат данный перед тобой Кал Корвер в этом году больше бросил или нет? 8. Ну да, это уже клиника. Здесь я вынужден согласиться. Ну, посмотрим, так сказать. При том, что Корвер, ты совершенно правильно спрашиваешь, я просто объясню слушателям, Корвер это человек, который играет в бесконтактный баскетбол, ну, в силу возраста и так далее, то есть, на нем файлят крайне редко. Поэтому Марк спрашивает именно про Корвера. Да, и абсолютно правильно. И как бы человек, который в краску наверное сейчас заходит реже, чем в ледяные ванные после игр, но в любом случае как бы да. Хорошо, Конатану на заметку, если слушаешь, дружище, возьми это себе на вооружение и будь добр и справляйся. Ну, а по поводу Миллоки, тут ситуация никак с Денвером, тут результат абсолютно закономерный и пока что непонятно за счет чего какие-либо другие команды могут сместить бакс с трона Восточной конференции. Однако посмотрим, НБА не раз и не два как бы посрамило наше ожидание не только в этом сезоне и в предыдущем, так что может быть что-то произойдет, но пока что не выглядит, что у Миллоки есть какие-то серьезные конкуренты в этом плане. Ну, в принципе, на этом, я думаю, можно подвести черту под позитивным разговором нашего сегодняшнего выпуска и перейти чуть-чуть в разряд команд, которых, к сожалению, позитивного не так много есть что сказать. И опять же, мы переносимся на запад. И первая команда, которой хочется высказаться в подобном ключе, это Сан-Антонио Спёрс, которые идут сейчас на десятой строчке конференции с показателем шесть побед и одиннадцать поражений, при том, что у команды была серия из восьми поражений подряд, а это ни много, ни мало, это самая длительная серия поражений в карьере Грега Поповича, двадцати двухлетней карьере Грега Поповича, если я не ошибаюсь, и при том, что как бы наверное бы эта серия до сих пор бы длилась, но слава богу по пути попались Никс, который в этом плане очень хороший помощник команды МНБА, если только не ваше имя Даллас Маверикс, в таком случае как бы вы свипнуты Нью-Йорком в сезоне, но как бы не бывает без грехов ни в одной команде. Если же возвращаться к Сан-Антонио, то у команды неплохое нападение, шестой офенсив рейтинг в лиге с показателем 111 очков на 100 владений, но при этом и в принципе я бы мог сказать, что о, до Сан-Антонио вернутся, как бы это Грег Попович, он что-нибудь придумает, но при этом у команды 26-й календарь был на старте сезона, вот в первые вот эти вот 17 игр по силе противников, то есть у них, если по большому счету подумать, то у них было 5 настоящих сильных соперников, а остальные, кто попадались, это был Нью-Йорк дважды, Портленд, Трейл Блейзерс, о которых мы поговорим чуть попозже, дважды Вашингтон, Голден Стейт, Атланда, Оклахома, в общем говоря, такие плохие результаты Сан-Антонио показывают даже не против каких-то джаггернаутов ассоциаций, и это не может не настораживать, перед тем, как я что-либо скажу, мне бы, наверное, хотелось бы, конечно же, послушать, что человек, которому команда не безразлична, думает на этот счет, и который, безусловно, следит пристальнее за ситуацией, чем я, Жень, почему Сан-Антонио такой печальный, как тебе кажется, есть ли вообще какие-либо маневры для того, чтобы стать лучше, и, может быть, хоть как-то сымитировать борьбу за плей-офф в этом сезоне, или можно считать, что этот сезон уже, в принципе, можно закидывать куда-то подальше и пытаться о нем забыть, как можно раньше? Надо сделать то, чего с Перс никогда не делали. Надо осуществить трейд посреди сезона, это раз. Второе, чего с Перс никогда не делали, надо обменять важного для команды игрока, это два. Ну и третий момент, который лично для меня принципиален, надо уже потихонечку переходить к следующей фазе развития команды, потому что, если ты до сих пор упираешься в Уолдриджа с Дероза, то будущего у тебя нет. Давайте так, исходя из тех матчей, которые я видел, меня, честно, задолбали вопросами по поводу с Перс и так далее. Я думал, что на все эти вопросы ответил Кевин О'Коннор своей статьей, я даже не стал публиковать, потому что там очень много схожего, но если люди не читают Рингер, то придется два слова сказать. Момент номер раз это то, что команда не защищается от слова вот совсем. Они ничего не делают в защите из полезных действий. Удивлен, разочарован, но это просто какой-то кошмар, честно говоря. Почему? Ну, на что обратить внимание? Команда не генерирует потерь у соперника вообще в принципе. То есть такое впечатление, что против них каждый раз играет Бостон. Не теряющий мяч. Или там Клиперс с Кавайем и Полом Джорджем, которые тоже не теряют мяч. Вот серьезно, есть там определенное количество потерь у команды, от которых ты никуда не денешься. Мяч в ногу попал или там ушел от тебя случайно или там такие вещи. Вот это те потери, от которых никуда не денешься. Их определенное количество есть у любой команды. Такое впечатление, что у всех команд, которые играют против Спёрс, вот только такие потери и есть. Все, больше ничего. То есть я активных действий от них не вижу вообще. Ну, давайте так, у команды 6 перехватов в среднем за матч. Это сколько там средняя норма по лиге. 10-10 с половиной, что такое? Около того. Ну, 6 перехватов. неважно. Это Дреймон Грин в хороший день может в одного совершить. Да, там у Баттлера, давайте так, у Баттлера 3. Один Баттлер, он лидер там по перехватам, у него 3 за матч в среднем. Ну, то есть вы принцип поняли. Поэтому говорить о том, что Спёрс что-то делают там в защите хорошо, я не могу. Они относительно неплохо подбирают на своем щите исключительно, но и то это, пожалуй, ну, скажем так, только потому, что у них габаритные очень ребята. У них Пёльтель там, у них Маркус там, Дерозан прыгает за мячом, потому что ему мяч нужно побыстрее. Вот. Эти ребята, да, подбирают много. Но иметь 113 дефенсив рейтинг и быть там пятой командой из конца, это, конечно, не очень похоже на Спёрс, поэтому выглядит всё очень мрачно. Ещё момент, который хотелось бы отметить, это доля результативных передач, то есть то, чем Спёрс всегда отличались до эры Дерозана, это ужасно. То есть, скажем так, есть гроссмейстерская отметка, там порядка 60% ассистов, 60% ассистов, ну, извините, 60% забитых мячей идут после передачи партнёра. У Спёрс 56 на сегодня. И это означает, что команда очень сильно ударяется во владение типа изоляцией, там, в пулапы, они не играют на взаимодействие между игроками, соответственно, где мы чаще всего видим вот такие забитые, это трёхи, это трёхи, открытые трёхи, ну, с после передачи, то, что мы называем спотапами. Да, ушёл Бертанс, но у вас есть Брин Форбс, у вас есть там ужасные Белинелли, у вас есть Пати Миллс, который по праздникам попадает, ну, заигрывайте их, используйте их. Команда ничего из этого не делает, всё сосредоточено на средне, у них, по-моему, если я ничего не путаю, у них 51% средних бросков. Из всех бросков, которые они делают, у них 51% средних. У Хьюстона для сравнения 4% средних бросков, из всех бросков, которые они делают. Всё остальное или из-под кольца, или из трёхи. Ну вот, собственно, выводы вы, наверное, сделаете сами. при этом единственное, на что можно обратить внимание, что они относительно неплохо бьют штрафные. То есть, берут они достаточно много штрафных, они там в районе 10-го места по лиге по числу заработанных штрафных, ну и попадают они более-менее прилично. Но и то это не всё. Да, спёрс, там вроде как мало теряют мяч, но если в прошлых сезонах они были лучшей командой Вики по бережному обращению с мячом, сейчас они там седьмые или восьмые. У них 14, сколько там, 14, по-моему, процентов потерь, я не помню, на вскидку, сейчас я гляну ещё раз. Ну, смысл, смысл в том, что они стали терять мяч гораздо чаще, чем это было ранее. И это тоже негативно негативно отражается на результатах команды, естественно, безусловно. Поэтому я не знаю, чего ждать, то есть я не хочу, скажем так, говорить о том, что всё закончилось, просто потому, что поп может там за недлинную домашнюю серию, которая их ожидает, может быть, он действительно сделает какую-то революцию в защите опять, как он сделал это в прошлом декабре. Но персонал, конечно, не оставляет, скажем так, мне особых надежд на то, что команда до этого добьется. Я не хочу переходить на личности, потому что меня разочаровали очень многие люди, на которых я рассчитывал в команде, на чей прогресс я рассчитывал. И во многом это связано с тем, что они просто не получают мяч. Позволь мне высказаться немного и как минимум по одному из этих людей, к сожалению, тебе придется пройтись и высказать, как тебе кажется, вообще, что с ним дальше делать. По Сан-Антонио еще пару моментов по их обороне. В принципе, у Сан-Антонио задумка в обороне неплохая. Они форсят наибольшее количество бросков со средней дистанции в лиге и как бы в меру эффективности это звучит как правильное решение. Но при этом они позволяют третий худший процент такой реализации и как бы возникает вопрос для чего все это делается. А потом вы смотрите на другие метрики защитные Сан-Антонио и понимаете, что как бы ну это наверное меньшее зол, потому что по другим то у них третий худший результат по обороне своей дуги против них соперники реализуют 38% и худший допустимый процент из краски в лиге. То есть ладно, пусть они уже свои мидренши бьют там и хоть и принято считать, что как бы вот у Сан-Антонио настолько все плохо с трехочков и как бы 30 место по именно соотношению трехочков к общему количеству бросков тут безусловно меньше 28%. Опять же напомню, что команда которая занимала 28 строчек на показатели имела показатель 31%. Ну как бы чувствуете вот эту вот пропасть которая имеется между Сан-Антонио и другими командами. Но при этом по реализации Сан-Антонио 13-й 35-й и 9-й и мне как человеку который ну очень пристально за командой не следит который видел в этом сезоне может быть там 4-5 игр шпор мне непонятно почему так выходит потому что по тем играм которые я видел я не могу сказать что Сан-Антонио бросает вот только трехочковый когда вот других вариантов нет человек стоит вот в абсолютном одиночестве с этой трех и его только тогда бросает да нет и в принципе некоторые ребята в этом сезоне в принципе неплохо с ними отправляются даже Ла Маркус который да сдал но пока что в этом сезоне бросает редко но когда бросает бросает 35% не так уж и плохо Форбс в этом плане чуть-чуть конечно подсдал у него 36% насколько я понимаю это вообще карьера лоу остальные ребята как бы я вижу потенциал например у Деррика Уайта бросать почаще да не будем трогать там Дежонта Мюра и Дероузена как бы о них лучше Женя пусть поговорит после меня но вообще в целом тот же Милс про которого ты говоришь что как бы там ему нужно давать больше бросков безусловно потому что у него 49% с игры 46% с други при том что он играет там ну неплохие такие 24 минуты в среднем что для него это ну не сказать что там это какой-то там большие цифры но мне кажется в сложившейся ситуации в Спёрс можно в Старлице побольше времени давать мои главные претензии вообще к команде это наверное к ротации как ни удивительно к Грегу Пововичу потому что ну как я вижу ситуацию во-первых есть стартовый состав и общий вот состав людей которые заигрывают с командой делится на 3 категории первая категория это люди которые вот ну такие звезды полузвезды слэш очень ключевые игроки их трое Де Роузен Ла Маркус и Форбс которые играют больше 28 минут и как бы к ним вообще ну с точки зрения их минут вообще никаких там неизвестных данных не должно быть потом идет следующая категория людей а это именно Деррик Уайт Руди Гейт Де Джон Та Мюра и Патрик Милс это такой набор ролевых исполнителей уровня А назовем это так они играют в среднем от 22 до 24 минут идет дальше категория ролевые исполнители уровня Б это Трей Лайлс это Якоб Пелтен и Белинель которые играют от 17 до 18 минут и после этого как бы все ладно я понимаю что Де Мара Карл в этом сезоне выглядит пока что ну больше грустно чем весело но блин это в любом случае лучше чем Марка Белинель у которого просто ужасные проценты в обороне он был пустым местом 5 лет назад что можно от него ожидать сейчас Де Мара Карл там наверное да сдал но все таки я не верю в то что он вот дать ему на 5-6 минут больше и он будет выглядеть хуже чем условно Белинель то есть у меня вот такие претензии и Жень вот давай я тебе дам официальное слово смотри во первых да выскажись по моим тезисам каким-то потому что ну я думаю уверен что тебе есть что сказать как человек который смотрит более пристально и вот второй вопрос относительно вот я человека закинул в котором ты вероятно разочаровался конечно же имел под собой ну имел ввиду Дежонто Мюрре от которого у тебя перед стартом сезона были ну довольно таки высокие ожидания и как тебе ну он их не оправдывает только из-за того что он достаточно мяч не получает или какие-то есть на твой взгляд другие причины для этого смотри значит по поводу сейчас один момент пока не забыл про Белинели помнишь я говорил про метрику там среднее значение это 0 средний игрок у Белинели минус 2,9 ну вот антиянец каждое владение Белинели команда не добирает почти 3 очка ну то есть не каждое владение вот за все время нахождения на паркете Белинели команда не добирает 3 очка по сравнению со средним игроком который вот есть в лиге это почему я никогда его не любил но сейчас он вообще ужасен окей к Дежонтию я от него ждал большого прогресса он очень много времени проводил там с командой в плане там узнавать что-то новое и так далее и в итоге он сейчас давайте я скажу так он не завершает матчи во время клатча там в решающие минуты и так далее он сидит на скамейке в принципе наверное вы все уже понимаете дальше то есть в это время играет White все то есть это Дежонтию это человек которого считали ну наверное там франчайзом которому дали деньги сейчас пусть небольшие но дали там 16 миллионов и и он сидит на лавке когда Дежонти играет за побеждающую команду он очень важный игрок которого выпускать в клатч и самое то сохранять лидерство но Сан-Антонио сейчас как раз в той позиции когда в клатч в основном нужно догонять и с такой точки зрения не могу сказать что это неправильное решение Дерек Уайт все-таки хотя бы броском каким-никаким владеет и в принципе мне это решение видится более логичным вот а теперь я к чему почему собственно у Дежонта вот такая вот мрачная ситуация на мой взгляд момент номер раз он он прибавил броски вот в среднем средний бросок он делать научился но выбрать момент для этого броска я не знаю он в принципе вот из всего того что он времени что он потратил на ну летом на самообразование так сказать оно похоже все прошло зря или впустую или как то есть вот человек вот он каким был по уровню принятия решений два года назад вот он остался на том же ну достаточно детском уровне а мальчику на минуточку 23 годика он через год уже будет входить в физический прайм свой и к этому времени ты уже должен быть ну как минимум с хорошим баскетбольным айкью собственно ключевой вопрос ну как как говорила одна моя знакомая а тому ли я дала в данном случае деньги в данном случае как команда Торон как команда Сан-Антонио то есть ну смысл извините если человек не за целый год который он сидел после травмы если человек за целый год не вырос в плане баскетбольного айкью когда тебе больше вообще нечего было делать ну у меня есть серьезные проблемы в том что он действительно станет заметно лучше дальше и это меня очень сильно разочаровывает да у него там дофига подпоров да у него нормальное количество передач но количество потерь осталось прежним ничего не поменялось он дохрена теряет мяч он плохо завершает на скорости то есть вот он ворвался под щит на высокой скорости и он не в состоянии справиться с этой скоростью перенаправить мяч в кольцо он не может это то же самое что я видел от него два года назад это безумно разочаровывает потому что человек должен прогрессировать вот постоянно я не буду приводить примеры игроков которые опытные которые добавляют каждый раз по скилу своим после лета тут нет даже элементарного прогресса и вот это убивает больше всего человек остался ровно тем же самым которым и был полтора года назад ну почти два и это хуже всего потому что сейчас он должен был сделать какой-то шаг вперед и он не сделал шаг ни мозгами ни телом единственное что у него ну так скажем чуть покрасивее стал бросок со средней дистанции которым он почти не пользуется все постараюсь больше не терроризировать твои болельческие раны последний вопрос можешь максимально коротко на него ответить если желаешь такое нужным как ты считаешь найдется ли в течение этого регулярного чемпионата потенциальный покупатель на Де Роузена или на Ла Маркуса Олдриджи зачем покупатель я же говорю я бы их отдавал бесплатно обоих ну может Олдриджи оставил бы до конца сезона а потом отдал Де Роузена хоть сейчас в любой момент просто наличие Де Роузена оно убирает любые возможности для прогресса у кучи молодых игроков которые есть у сперс и даже несмотря на то что там Лони Уокер не показывает скажем так признаков того что он может стать кем-то серьезным дальше но ему нужно давать время вы его уже выбрали вы на него уже потратили там пик год обучения в Джилиге год восстановления и так далее потратили время ну дайте ему играть посмотрите что он из себя представляет в конце концов если он вам не нужен вы за этот год примите решение откажетесь от четвертого года по контракту и отпустите его с миром пусть человек ну там едет не знаю в Китай Россию куда угодно где на него будет спрос какой-то вдруг человек на нас будет кому-то интересен ты же понимаешь что все может быть зачем-то взятый Трей Лайлз который ну просто ну я не знаю мистер бесполезность 2019 у него классная статистика но смысл в его нахождении на паркете минимальный ну на мой взгляд поэтому команда она я вот меня спрашивали я написал когда ты в течение пяти лет принимаешь ужасные менеджерские решения так или иначе тебя это догонит так или иначе раньше или позже тебя догонит то что ты принимаешь плохие менеджерские решения по комплектованию состава вот догнало поп там творил чудеса с ростером и с составом и с тем что они делали последние пару лет и я не понимаю как эта команда выходила в плей-офф но все еще раз на 95% эта команда уже не попадет в плей-офф но из-за того что попович все еще тренер из-за того что в принципе есть игроки которые могут играть в защите из-за этого я бы пока не ставил крест там окончательно но я думаю что мы там к рождеству через месяц ровно будем уже четко понимать что происходит со сперсом на каком они свете потому что после рождества они уже не догонят то есть что-то должно произойти в ближайший месяц я тебя понял Жень все официально отпускаемся на Антонио и переходим к ситуации в команде которую можно охарактеризовать даже хуже нежели чем что происходит с Антонио прямо сейчас конечно там же есть Кармелла Кармелла нет основной инфоповод который произошел за последние полторы недели помимо дебюта Пол Джордж конечно же это возвращение Кармелла Энтони в национальную баскетбольную ассоциацию секунду секунду подожди а как же треха Бена Симонса ну треху Бена Симонса я бы ну у него 100% давай пока подождем пока она просядет до нормальных величин потому что иначе это просто нечестно по отношению к другим командам обсуждать треху Бена Симонса в смысле просядет до нормальных величин до нуля опять она уже не просядет он уже один раз попал по нормальным все таки по общему чемпионату ну да про треху Наш косяк, а точнее, наверное, мой. Но все равно, у нас есть Портленд, о котором поговорить. И да, Кармелла вернулся в команду, которая, ну, уже, ну, дико отчаялась в своей ситуации и попыталась как-то что-то изменить с помощью подписания Кармеллы. В итоге это вылилось в три поражения подряд. На данную секунду Портленд занимает 14-ю строчку конференции с показателем 5 побед и 12 поражений. Многие из наших коллег, конкурентов, как хотите, называйте людей, захерососили этот мув, это подписание еще до того, как Кармелла какие-либо провел игры за Портленд. Я, если честно, не хотел настолько сильно спешить с выводами. Все-таки дал шанс многолетнему ветерану доказать всем, что, скептикам, что вот, он вернулся, взялся за голову и, может быть, не будет каким-то там защитным адекватным человеком, но все-таки в атаке станет пободрее. И, боже, как же я ошибался. Кармелла все еще тот самый Кармелла, но Портленд уже, к сожалению, не тот Портленд, который был вот на протяжении последних четырех сезонов. Несмотря на монструозное начало чемпионата в исполнении Лилларда, который показывал просто крышесносный баскетбол, самый лучший баскетбол в своей карьере, там 30 очков по 7 передач и в атаке даже более-менее перестал быть минусовым игроком. Но вот вернулся Кармелла. В защите, в смысле, извини, я сразу попробую. Да, 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 конечно же, в защите. Ну, сразу же вернулся Мэлла, провел одну игру с Лиллардом совместно, и Лиллард в эти минуса все-таки вернулся. Но если посерьезки, то как бы да, у команды не самое лучшее положение. И как бы я бы этой команде не симпатизировал, в случае с ними у меня даже еще меньше надежд на то, что здесь что-либо может поменяться, если менеджмент никаких телодвижений не будет активных делать. Если в ситуации с Антонио как бы в это сложно поверить, то для Портленда, боюсь, это уже становится какой-то, ну не знаю, необходимостью, что ли, чтобы попробовать реально этот сезон хоть как-то спасти. Ну, а пока это команда, которая показывает 22-й дефенсив рейтинг, 14-й офенсив, ни рыба, ни мясо ни там, ни тут. И в итоге вот это все сказывается в том, что пока что это одна из худших команд западной конференции. Жень, поделись своими впечатлениями от Портленда в начале сезона. Ну и по Кармеллу пройдись, если тебе не жалко, конечно же. Ты знаешь, я не хочу проходиться по Кармеллу, потому что он показывает ровно то, что я от него ожидал. Нет смысла, ну как бы мертвого пинать бесполезно. Давай лучше скажем, что вот, чтобы наши слушатели понимали всю, так сказать, трагичность ситуации. У вас в защите Ливард, Маккалум, Кармелла и Уайтсайд, который не хочет играть. Плевать, кто у вас там пятый, кто у вас играет номинального третьего номера, потому что у вас нет третьего номера на Западе. И этот человек уступает в росте любому человеку, любому противнику, у которого есть полноценный третий номер. То есть у вас на каждой позиции худший игрок, который в защите минусовой. Как вы будете защищаться? Как вообще можно защищаться в данной ситуации? Ну, играть, наверное, против Chicago Bulls, потому что вот мы пока записываемся середины третьей четверти игры Портленда с Чикаго, и пока что Портленд разрешил бычкам забить лишь 64 очка, что в нынешних реалиях это вообще звучит, что вау, как круто. Но как бы, да, если убрать эту игру за скобки, то пока что согласен. В защите у Портленда прям очень все худо. Ну, ты знаешь, не, понимаешь, раз вчера там Сан-Антонио выиграли после восьми поражений, ну, наверное, сейчас и Портленд может выиграть. Нет, ну, Чикаго это команда, которая, скажем так, вот если бы сейчас принимали ставки на увольнение тренера и одновременно в Чикаго был адекватный менеджмент, тогда я бы, конечно, там пошел, квартиру поставил на то, что Бойлина уволят первым среди всех тренеров лиги. Но, там же Гарпаксы, и контракт у Бойлина заканчивается этим летом, а денег ему платить пусть там и мало, но все равно надо, а если он, если его убрать, то надо будет платить новому. Ну, короче говоря, есть подозрение, что Чикаго будут продолжать мучаться с теми игроками, которые у них есть на сегодня. И это, конечно, печаль, тоска. Давай вернемся к Портленду. Проблема в том, что когда твой генеральный менеджер не уделяет столько внимания своей работе, сколько уделяют его более успешные коллеги, то ты не находишь вот таких бриллиантов, как, допустим, Кендрик Нанн. Ты не подписываешь игроков, которые тебе были бы там более полезны, как это делает, допустим, Мори в течение всего времени своего в Хьюстоне. Ты не находишь возможности усилиться посреди сезона, как это сделала Филадельфия пару лет назад, подписав Илья Сову с Билли Нелли и добавив себе двух шутеров. Ты просто лишен всего этого. И если, так скажем, вершиной творчества твоего менеджера является подписание в сезон 150-летнего Пога Золя, который младше меня совсем-совсем на чуть-чуть. И который уже закончил карьеру, не успев не сыграть ни одной игры в этом сезоне. Ну, я молчу про этот статус. То есть ему, блин, 39. Ёпор СТ. Чё вы ждёте от него? Он был трупом два года назад уже. Вы его подписываете? Пусть нам на минималку плевать. Зачем? Дальше. Вы не уделяете внимания третьему номеру вообще, в принципе, на западе находясь. Окей. Ладно. Ну, блин. Ну, хотя бы. Вы там набрали там Лобесье и так далее. Ну, извините. Не игроков НБА. Хрен с ним. Не было возможностей. Но подписать Кармелу... Ну, ё-моё. Два года назад человек не представлял из себя ничего в качестве игрока НБА. Он там может быть для кого-то легендой, для кого-то специалистом. Сейчас Кармелу – это человек-мем. Ну, ходячий мем. И даже в этом он наступает Алексу Карузе. Тем более. Марк, спасибо большое. Точно. Ну, нахрена. Ну, то есть, кто ты как менеджер, если ты себе позволяешь такие ходы? И поэтому я не жду того, что Портленд сможет что-то показать в этом сезоне. К сожалению для меня, потому что мне очень симпатичен Ливард как игрок, но Портленду нужно понять и принять и перестать заниматься фигнёй. Да, последний момент в качестве вишенки на торте. Я напомню тем, кто не читает канал, но тем, кто слушает нас. Эта команда платит налог за свой состав. Женя, как обычно, довольно категоричен с точки зрения Портленда. Я всё-таки постараюсь как-то чуть-чуть помягче сгладить углы и всё-таки обратить внимание на какие-то игровые штуки, а не только вот на менеджерский факап, который произошли. Потому что ты говоришь про Газоли. Я думаю, даже и менеджмент Портленда не особо как-то надеялся на то, что испанец хоть какую-то пользу принесёт. Сейчас вот ему тренерскую должность предлагают и вроде пока что ответа не последовало от испанца. И я чуть погорячу сказал, что он карьеру завершил. Я имел в виду всё-таки заокеанскую карьеру. Всё-таки в нём ещё Барселона вроде как интересуется. Но это дела уже Портленда не касается. Что касается Портленда, так это другие их решения, которые были сделаны летом. А именно подписание Толивера, который всегда как бы... Ну, было понятно, что человек ничтожества в обороне, но при этом он является отличным исполнителем, который способен растягивать корт и забивать что-то из дуги. В этом сезоне 30%. С игры ещё меньше, 29%. Ну, то есть очень всё плохо. Другой вариант, который был подписан Портлендом в этом межсезоне. Хизонья, в которого я отчасти верил, потому что, ну, порой иногда смешно. Я знаю, всегда смешно, когда Марк говорит о чём-то, что связано с Никс, потому что именно когда... Вот именно, только поэтому. Я не потому что ты, а потому что это выпускник Никс. Да, потому что вот именно в Никс какие-то были, блин, не знаю, ну, может быть, не стопроцентные задатки, но какие-то микроскопические такие моменты, которые позволяли мне, думаю, что вот может быть это Никс плохо влияет на Хизонью, там, и там Орландо, в составе которого он выступал, когда ещё Орландо не было, вот Мэджик, который вот мы знаем вот по этому сезону и по прошлому. Я думаю, может, попадёт он в нормальную организацию, что-то проявит. Нет, 35% с игры, 34% за дуги, ужасно в обороне. Бейзмор не так ужасен в обороне, но в атаке он ещё хуже, чем Хизонья. А это был основной актив, который они получили этим летом через обмен Авана Тёрнера. Уайтсайд, можно сказать, что таким является Уайтсайд, но я, опять же, ошибался. Видимо, я реально ошибался, когда думал, что Уайтсайд, ну, сможет хоть как-то на Уркича заменить при обороне своей краски, но, к сожалению, я как-то подзабыл, что Уайтсайд больше времени уделяет шакал, ну, как это, на шакаливанию статистики, назовём это так. Потому что часто в те моменты, когда там нужно уделить внимание потенциальному боксауту, чтобы люди не смогли подобрать что-либо на своём кольце, человек просто пытается сделать какой-то блок, из-за этого очки второго шанса и удобивают просто. Портленд, как статистическое подтверждение моему тезису, Портленд 29-й. По проценту подбора в защите всего лишь 75% отскоков, даже меньше, 74,3 они забирают. При этом ещё очередной камень в сторону Уайтсайда, он много фалит, как и остальные люди, которые пытаются обороняться в Портленде. Команда худшая под опущенным штрафным, 28,5 они дают штрафных своим соперникам, при том, что сами бросают лишь 21 раз с линии штрафных. То есть разница в 7 штрафных это очень много и сказывается, безусловно, на результате команды. Так же, как и Сан-Антонио, команда редко форсирует потери у соперников. 27-е по этому показателю. Лишь в 12 разных случаях соперники Портленда теряют мяч. Мало двигают мяч. Это, в принципе, было давно понятно в связи с тем баскетболом, который пропагандирует связка Лилард Макколум. И вот, кстати говоря, с кандидатурой второго я связываю отсутствие такого резкого прорыва. Ну, хотя бы, точнее, как-то не резкого прорыва, а с отсутствием резкого прорыва Макколума я связываю настолько плохую ситуацию в Портленде. Потому что я думаю, что, может быть, плей-офф прошлогодний даст СиДжею какой-то буст уверенности в себе и даст ему понять, что он может иногда посягать на роль первой скрипки поочередно с Лилардом. Но, увы, пока как-то не очень. Все еще стопчется на своих 22 очках в среднем за игру. Эффективные метрики плюс-минус, как всегда, одинаковые 43 с игры, 37 из Дуги. Но все-таки мне бы хотелось бы, чтобы атакующий защитник Трелл Блейзер сделал этот шаг вперед в этом сезоне. К сожалению, не вышло. Ну и как бы главный, наверное, момент, о котором мы не говорим, из-за чего Портленд, скорее всего, посыпалась, это травма Зака Коллинса после третьей игры. Это произошло давно, и, наверное, поэтому мы об этом не говорим. Но, по факту, именно это является главной причиной, почему команда настолько плоха, потому что после вылета Зака в команде остался один большой уровень НБА на данную секунду, и это Уайтсайд. Как бы это забавно некоторым не звучало. А так, вот пока Уайтсайда, например, не было, лучший... Вот просто задумайтесь над этим фактом. Когда вот Уайтсайд пропускал прошлую игру и против Нового Ролиана, если я не ошибаюсь, или против Милуоки, и лучшим блокирующим команды, точнее, даже не так, лучшим защищающим свою краску игроком в составе Портленда на секундочку был Скайло Бесьер. Ну, это очень плохо, и это очень прям грустно. Боюсь, что Нуркич в тот момент, когда он вернется, уже как бы никак не сможет Портленду помочь в достижении каких-либо целей, тем более, недавно Боснийц сам сказал, что в этом году его возвращение ждать не стоит. Ну, а так, да, вот из позитивного стоит отметить черта из табакерки выпрошенного из ниоткуда в лице Анферни Саймонса, который попытается как-то со скамейки добавить огневой мощи команды в те моменты, когда атак стагнирует, и при отсутствии одного из лидеров в лице Лиларда и МакКалума, при этом неплохо так, неплохие проценты имеет молодой человек, у него 11 очков в среднем, при 44 с игры и 37 из дуги, да, пока что другие какие-то аспекты игры человек не прокачал, не подбирает, не ассистирует в обороне тяп-ляп, но, опять же, с этим можно работать и что-то из этого строить. А по поводу Мэлла, ну, кстати говоря, не знаю, на данную секунду, вот сейчас они против Чикаго играют, ну, конечно, в принципе, там все неплохие, у Мэлла аж 20 очков при 8-16 с игры на момент начала четвертой четверти, и, может быть, как бы это всего лишь вторая игра Кармелла с Лиларда, и, может быть, как-то там Лилард все-таки вправит ему мозги, пояснит что-то как, и они как-то нащупывают вот эту химию, и Кармелла будет не настолько убог, насколько вот он был в первые там три игры, когда вот он играл в основном без Лиларда, без Уайтсайда, и вот за эти три игры у Кармелла 34 с игры, 31 с другие проценты обороны, давайте не будем об этом, опять же, много таких каких-то средних бросков, которые, ну, не особо там вообще и нужны были. В общем, посмотрим. Надежда у меня по поводу Портленда может быть чуть-чуть побольше относительно, чем по Сан-Антонио, потому что, ну, все-таки Лилард, не могу идти против Лиларда, мне кажется, вот Лилард в этом регулярном чемпионате имеет большую ценность, чем Грег Попович, уж прости меня, Жень, но мне кажется, как Попович вот с такими людьми, которые ему достались, составит, мало что сможет исправить, там, защиту с 26-ой на, там, на 10-ую позицию, условно говоря, за один день не поставишь, несмотря на то, что некоторые, так называемые, эксперты так считают, что это может сделать по щелчку пальцев, ну, не согласен. А относительно Портленда, посмотрим, Кармелла в первые три игры, это тот сам Кармелла, по которому мы не особо-то и скучали, но посмотрим, может быть, Лилард как там сможет все это дело поставить на рельс, ну, а пока, да, в Портленде довольно-таки все грустно, посмотрим, будет ли эта грусть продолжаться и дальше. Жень, тебе по Портленде есть ли что добавить или приступим к обсуждению последней темы на сегодня? Да, пожалуй, хватит. Единственное, что понимаешь, вот Вайцайт, человек, который пришел, он попытался начать играть, я не знаю, может быть, травма Коллинса, может быть, куча поражений подряд его выбила, я не знаю, почему он перестал играть, но вот такое впечатление, что он просто бросил. Вот где-то матчи 5-6 назад я посмотрел на него и у меня было такое впечатление, что он просто не хочет играть, я не знаю, почему это было в районе там 10-12 матча команды. Я не знаю, почему так. Я не могу, у меня нет никаких, никакого разумного объяснения для этого факта, но вот что есть, то есть. Будет смотреть за Портлендом и опять же, как Женя правильно отметил, я, как и Женя, симпатизирую Лиларду и Маколму, у чего греха таить в прошлом плей-офф, они прям, ну, хорошенько прошлись по, ну, может быть, не самым сильным соперникам, но при этом они посрамили многих скептиков, которые считали, что эта команда не способна ничего добиться, но вот сейчас как-то вот этот сезон пошел прям по синусоиде жестко вниз для команды, посмотрим, получится ли у Терри Стоца как-либо этот статус поменять и получится ли у Нила Олши как-то, может быть, состав этот усилить за счет тех так называемых активов, которые больше, наверное, пассивы, нежели активы, но все равно улучшить свою команду составом, хэштег обмен Кевина Лава, то, что ему с улицы уже год или даже больше, посмотрим, насколько это будет реалистично. Приступаем к обсуждению последней темы на сегодня. Подожди, 30 секунд. Давай. Так как мы с тобой записываемся во время матча Торонто-Филадельфия, ну, какие еще мастера подобрать время, посмотрите, кто не посмотрел игру, посмотрите игру, хотя бы посмотрите четвертую четверть. Для затравочки я вам закину такую вот циферку из статистики. Джей Лимбит провел на паркете 30 30 чем-то минут, 32 минуты и набрал ноль очков. Хэштег лучший клачер лиги. Хэштег лучшей центровой лиги. Это была минутка спонтанного совета Дженни, которая не вписывается ни в один из концептов нашего сегодняшнего выпуска, но тем имба и прекрасно тем, что она может удивить в любой самый неподходящий момент. Но теперь, я думаю, смело можно переходить к обсуждению последней темы на сегодняшний выпуск. Хотели мы взять какое-то время гонку за MVP, но в связи с тем, так как многие уже до нас, на прошлой неделе высказали эту тему, мы посчитали эту тему немножко обмусоренной, поэтому решили перейти в некоторую другую ипостась, тоже связанную с наградами, но награда отчасти более, наверное, даже интересна, нежели MVP. Мы захотели поговорить о лучших новичках этого сезона, как я шутил перед записью этого выпуска, пока отсутствует батя в здании в лице Зайона Уильямсона. Если что, это сарказм и шутка, никто не считает, что Зайон уже вот после всей ситуации там будет как что-либо решать с точки зрения получения награды, но очень интересно, очень много интересных кандидатов, как и ожидаемо хороших игроков, так и людей, которые выскочили буквально из ниоткуда, поэтому нам захотелось об этом поговорить и как бы помимо вот ребят, которых мы уже говорили в прошлый выпуск, а именно Кендрик Нан и Тайлер Хира из Майами, которые как бы показывают, наверное, наилучший результат среди всех новичков, которых мы сегодня будем говорить с точки зрения результата команды, мы все-таки, наверное, сделаем сегодня упор на индивидуальные какие-то аспекты и в этом плане, как мне кажется, Джа Моран пока что показывает себя выше всяких похвал, также я бы отметил еще Эрика Паскала из Голден Стейта, Коби Уайт из Чикаго и, опять же, Нью-Йорк Никс, Марк Ха-ха-ха-ха, Арджей Берретт. Это такие вот первые фамилии, которые у меня всплыли в голове на обсуждение. Жень, вот, относительно, может быть, того, что я сказал и, может быть, какие-то там свои кандидатуры, как тебе кажется, нормальный или молодняк пришел в этом году в регулярный чемпионат? Мне не нравятся, которые пришли с драфта пока, кроме Маранта. Ну, давай будем честны. От него этого ждали. Я его прогнозировал в качестве новичка года. Скорее всего, так и будет. И понятно, что никто из нас не знал о том, что Нан все-таки будет настолько хорош. Он сейчас постепенно возвращается на грешную землю. Эрик Паскаль, ну, я не хочу ничего о нем говорить. Пусть он еще себя немножечко проявит. Что же касается Берета, вот тут вот мы можем с тобой поговорить, и я даже обещаю тебя не подкалывать на тему того, что это Никс, но подкалю на тему того, что чего ты ждешь от человека, который скажи мне, скажем так, как ты видишь Берета сейчас, на сегодня? Я понимаю, что ты пару матчей точно смотрел, потому что два раза Никс играли с Далласом, скажи мне, он выиграл у вас? Нет. Кто затоптал Луку Донтьевича? Расскажи мне. Берет вообще, вот именно в, по крайней мере, в одной из игр против Нью-Йорка, именно первой, которая происходила на паркете Далласа, Берет наоборот делал все, что угодно, для того, чтобы Даллас игрался в игру, из-за того, что в последние полтора минуты просто Далласа регулярно на нем фалили, а Берет, ну, он по сезону у него 49% с линии штрафных, а в клатч у него, ну, как бы, наверное, вообще пелена на глаза настигает, он не видит, где кольцо, потому что он промахнулся, по-моему, попал то ли один из шести, то ли вообще ноль из шести, попал, Даллас там как-то пытался вернуться, но ничего у него не вышло. Помимо этих двух игр я у Нью-Йорка видел еще недавнюю игру против Бруклина и одну из игр там старта сезона, Берет выглядит увереннее, чем я думал, он выглядит намного увереннее, нежели он показывал себя в летней лиге, как-то бросок более-менее пришелся ко двору в стартовом составе, именно он зачастую исполняет роль основного боллхендлера, ну, это, в принципе, очевидно, потому что... Потому что остальные четыре тяжелых форварда с мячом не могут обращаться нормально. Джулиус Рэндалл бы, наверное, с тобой поспорил, все-таки он что-то там пытается, но все-таки, да, Берет даже в этом плане. Брачняк, конечно, извини. Ты без проблем, Жень, я понимаю все твое отношение к Барретту, в том числе в Нью-Йорке... Это книг, это не к Барретту, извините. Да и к Барретту ты относился, ну, мягко говоря, так себе, по крайней мере, до выхода его на драфт. Ну, вот, а давай тогда перевернем, так сказать, стол и спросим у тебя как основного скептика относительно того, кто ждал вот Барретт вообще, ну, не то чтобы провал, но кто от Барретта ждал ничего. Как тебе выступление канадца вот в первый свой сезон? Я его смотрел меньше, чем ты, я тебе честно скажу. Я посмотрел его два с половиной матча. Все, что я от него ожидал, все есть. Принятие сомнительных решений есть. Не очень аккуратное обращение с мечом есть. Отсутствие передач, которые привели бы, то есть, вот, создание момента для своих партнеров отсутствует. Ну, как и ожидалось. Но, так, чтобы не гнобить его совсем, есть, что сказать и позитивного о нем. И это меня не то чтобы, это меня не удивляет, это скорее логично. Человек в силу там семьи и так далее очень хорошо себя показывает в качестве лидера. Хреново с точки зрения результата, но он не боится брать на себя ответственность. Да, это не реализуется, но хотя бы, знаешь, чувствуется, что вот отец и Стив Нэш, который его крестник, они дали ему, ну, вложили в него, скажем так, вот, ответственность за команду и его воспитывали в качестве лидера. Я не знаю, как он выдержал целые годы за Йоном, на которого, ну, давай, скажем, молилась вся Америка. Но сейчас Барретт на своем месте, он играет больше всех новичков. У него 33 с лишним минуты, и это больше, чем любой новичок получает. Кто-то из рингеровцев перед стартом сезона уверенно очень называл, что Барретт будет лучшим новичком. Я порадовался этой оценке, что меня в большей степени интересует, это то, что вот все новички, они всегда плохи. это новички. Так всегда бывает, тут никуда не денешься. Первый год они хреновы. Дариус Гарланд, на которого многие там чуть ли не молились и думали, что это лучший плеймейкер с драфта, по вот той метрике, о которой я говорил, у него всего-навсего минус два с половиной. По поводу реализации владений там и так далее. ни одного задрафтованного новичка в позитивных значениях по метрике, по реализованным владениям нет. Ни одного из задрафтованных. То есть нам там в маленьком плюсе, плюс 0,2, но из задрафтованных никто не в позитивных значениях по реализации владений по сравнению со средним игроком НБА. Это я говорю для тех, кто считает, что новички могут что-то решить и для тех, кто считает, что Нан и Хиро помогут Майами в походе в плей-офф. Не помогут. Вернемся к новичкам и вернемся пожалуй к Берету. Он берет на себя достаточно много владений, это не всегда оправдано, но у него такая группа поддержки, что мне его даже жаль. Я в него не верил, но знаешь, вот есть такое иррациональное сочувствие человеку, который попал в такие условия, что это просто полный капец. То есть ему даже хуже, чем Леброну в Кливленде в 2003 году, а это кое о чем договорит. Посмотрим, если Берет станет нормальным игроком НБА после такого начала карьеры, его характеру можно ставить памятник, так скажем, из его как же это правильнее назвать, приличнее это, ну в общем колокольный, можно колокола будет отливать, вот, потому что настолько преодолеть вот такую ужасную франшизу во всех отношениях на сегодняшний момент, если он сможет это сделать, это будет очень-очень круто. Давай по другим пройдемся, ну и наверное в первую очередь конечно же про человек, которого ну наверное и ты и я считаю на данную секунду главным фаворитом на гонку за новичка Джам Моррент. Я знаю, что тебе есть что сказать, потому что мы по поводу него даже общались как-то вне записи выпуска. Расскажи свои впечатления от игры молодого разыграющего Мемписа вот на данную секунду. Ну человек, который с понятием эффективность незнаком, но играет настолько эффектно и настолько уверен в том, что он может делать, это прям поразительно. Понятно, что ему еще есть куда расти, понятно, что там нужно очень много внимания уделять работе с мячом и меньше выпендриваться, но ему 20 лет. Естественно он высоко задрафтован, он понимает прекрасно сейчас, он главный вид на лучшего новичка, плюс он попал в команду, которая сказала вот тебе мяч и забивай. Дала ему помощника высокого, теперь у них там не трипл джей, а квадрупл джей. Джа и Джуниор. Ну еще Джордж Джексон сейчас из рехаба вернется и вообще будет с Джей. Джордж Джексон давай пожалуй вычеркни это. Единственное джей, которое относится к Джордж Джексон это джей на сленге если кто не знает имеется ввиду косяк. Так что да, если про Джордж Джексон джей говорить, то это именно в таком контексте. Ну а по Моранту да, я с тобой согласен. единственное что я чуть-чуть не понимаю что ты имеешь ввиду под неэффективным да, безусловно с точки зрения правильности решений там безусловно есть куда развиваться но опять же как ты сказал это новичок с точки зрения атаки именно в бросковой составляющей атаки с точки зрения эффективности к Моранту у меня не может быть вопросов даже какой-то какой-никакой трехочковый есть да у него две попытки за игру что для разыграющих как бы в нынешние времена прям кот наплакал но при этом 42% на этих двух попытках общие 47 и что самое главное для молодого игрока он решает в клатче он основная причина почему Мэмпис сейчас показывает результат который ну наверное даже лучше чем многие от них ожидали а именно там 5 побед и 11 поражений я лично думал что при их календаре там вполне могут быть там 2-14 или 3-13 а Моранту в клатче я не помню вторую команду их победы он вырвал да вот против Шарлотты против еще кого-то к сожалению забыл я тоже помню только Шарлотту ну там была максимальная максимально эффектный такой реверс ну в следующей игре он тоже самое сотворил буквально в следующей а не в следующей игре они как раз проиграли потому что он не сумел не суть он может вот то чего не может сделать Берет Джамарант может и делает да у него чуть лучше ситуация да на него сделана ставка да у него есть хороший помощник с которым имеет смысл играть да с него ничего не спрашивают ничего от него не ждут и при этом он неплохо еще и бросает у него есть хорошая база техническая с которой он заходил и он может это реализовать в НБА то есть у него там за 40% в стрехе я не помню сколько точно но я знаю что за 40% и это это реализуется в то что с ним надо играть очень плотно при этом парень высокий парень атлетичный парень быстрый он конечно медленнее чем Фокс но но близко и мне очень нравится то что то что я от него вижу это вот ну наверное пожалуй второй после шеи Гилджиса Александра проспект который мне прям нравится нравится на будущее я бы за ним последил то есть в принципе если остались фанаты Мемфиса которые верят в команду вот у них сейчас есть все основания для того чтобы ждать достаточно светлого будущего и там ну вряд ли борьбы за чемпионство если они останутся вдвоем но еще еще там пара пара моментов какой-нибудь актив за Игудалу и в принципе можно уже можно уже начинать собираться в плей-офф через два года после этого и следующего по другим новичкам я думаю на Нане и Хире так пристально останавливаться не будем потому что мы если кто не слышал вдруг в 103 выпуске два выпуска назад подробно прошлись по Майами в том числе и по Хире с Наном да на тот момент Нан выглядел намного как-то веселее намного на эффекте вот таком вау типа откуда что этот молодой человек себе позволяет и вообще откуда он выпал вылупился сейчас как бы чуть-чуть у Нана все-таки статистика просела но при этом для новичка иметь 48 с игры 38 с дуги при большом задействии 17 очков в среднем это все равно очень круто и Нан наверное вот главный такой конкурент Маранто на данную секунду за эту награду ну и вот два других человек которых я отметил сам для себя это ну Эрик Паскаль согласен то что по нему еще надо смотреть и очень много вещей в которых Эрик должен развиваться вот именно как толкающийся большой который неплохо вываливается под пик-н-ролл и вообще как человек который наверное лучший вот в этом суповом наборе который сейчас называется ростер golden state это для меня удивительно что вот такой человек упал вот там до середины второго раунда драфта и показывает вот такие цифры если быть точнее то это 17 очков и 5 подборов да опять же там как бы некому больше бросать помимо него но даже и эти броски надо реализовывать и это очень хорошо для человека про которого в начале сезона шутили что его и Амари Спеллмана подписали из Burger King который находился рядом с Chase Center да а как бы для человека из такого вот фастфуда Паскаль очень хорош но это последнее перед тем как я дам заключительное слово за этот выпуск Жени мой вот такой вот наверное такой отчасти любимчик этого драфт класса и не только из-за своей такой безумной прически это Коби Уайт из Чикаго потому что я в нем вижу задатки человека который может быть там не будет конечно гоняться за рекордами Стефана Карри с точки зрения трехочковой но в лице которого мне кажется Лига может получить ну топ 5 шутера там своей эры назовем это так потому что вот да пока что у него там 39 с игры 36 из Дуги но он невероятный такой стрики шутер что я под этим веду что он очень легко загорается с точки зрения вот попадания за попаданием на его счету уже там несколько рекордных четвертей вот в этом сезоне по количеству дальних попыток и чем-то вот в этом плане он мне очень напоминает Клея Томпсона даже больше нежели Стефа Карри конечно с точки зрения антропрометрии до защитных характеристик Клея Коби наверное никогда не удастся доползти но вот именно как такой снайпер который может в любой момент закинуть 7 трешек за 12 минут очень любопытно смотреть и мне дико интересно как он дальше будет развиваться вот в этой ипостаси по крайней мере в этом сезоне по новичкам мне больше нечего добавить Жень если я кого-то может быть забыл или может быть у тебя какие-то кандидаты или по тем по кому я высказался feel free я забыл я забыл Брэндона Кларка из Мемфиса вот я кого забыл потому что я на него смотрел когда смотрел за Джамарантом и блин прямо парень я понимаю что он взрослый поэтому собственно все и ну все настолько хорошо но блин я не ожидал то есть на таком на таких минутах небольших он он эффективен он эффективен и он делает то что должен делать причем ну я я понимаю что конечно там более возрастных ребят драфтуют именно для того чтобы они приносили пользу сейчас но если он останется в команде это может быть очень интересно потому что как вспомогательный игрок более чем прилично с учетом того что все молодые часто теряют мяч и этот процент потерь он уйдет вниз все будет нормально вот вот этот третий человек который я просто долго вспоминал кто еще в Мемфисе есть на кого у меня прям глаз лег вот третий человек который в принципе может помочь команде сейчас и он он новичок несмотря на 23 года мне кажется что это может быть очень интересно коллектив может быть очень прям прям удачный по остальным калвер не получает достаточно минут а в те минуты которые он получает он не совсем как бы грамотно задействуется в связи с отсутствием нормальных плеймейкеров в Миннесоте и ничего не может показать из-за того что ему там катастрофически некомфортно находиться в своем ну в той роли которую ему выделили Кэм Рэдиш ужасен прям просто какой-то кошмар я не знаю рассчитывала ли Атланта на то что все будет настолько плохо ну прям вырвиглазное зрелище честно говоря неожиданно просто неожиданно больше в принципе отметить некого потому что да там есть Пиджей Вашингтон в Чикаго ой в Шарлотт извините который кое-как пытается быть заметным но я не вижу какого-то там суперсветлого будущего а все остальные мне лично не запоминаются ну вот я не готов там сказать что я видел всех так хорошо пожалуй остановимся я остановлюсь на ребятах из Мемфиса потому что очень уж очень уж эти двое хорошо будут дополнять Джарана Джексона мне кажется что что на эту команду будет любопытно посмотреть может быть даже более любопытно чем на Сакрамен про Пиджей Вашингтон справедливое замечание как-то забыла о его кандидатуре хотя стоит безусловно упоминание намного сильнее начал сезон чем многие от него ожидали в роли вот такого стартового форварда Вашингтона лично я не думаю что он настолько быстро туда попадет Шарлотт Шарлотт конечно же Шарлотт господи Иисусе бедный Пиджей Вашингтон короче говоря да Пиджей Вашингтон в порядке тоже молодой человек за которым стоит так послеживать иногда ну вот да вот такое вот наше мнение относительно молодых игроков ассоциации в этом чемпионате и да на этом подходит наш почти двухчасовой выпуск к концу хочу поблагодарить своего постоянного соведущего автора телеграм-канала его игра Женя он жеребик ссылки на его источники где он делится своим мнением о лучшей баскетбольной лиге мира буду как всегда в описании Жень большое тебе спасибо как обычно буду ждать тебя при записи следующих выпусков да как всегда Марк как всегда всем спасибо что нас слушали присоединяйтесь к нам читайте смотрите там будет два подкаста на этой неделе у меня на выходных как да как я и говорил ссылочки будут в описании помимо Жениных источников там будут ссылочки на сообщество вконтакте и телеграм-канал хай-файв частью которого являюсь я а также ссылки на наш микс клау канал где после с некоторой задержкой выходит аудиоформат нашего подкаста блок на спортсрук где иногда появляются новости связанные с проектом ну а также на наш канал на твиче на котором ничего не происходит но вы иногда все таки подписаны на этот канал чем меня в принципе забавляете может быть мы когда-нибудь с тобой на твиче запилим какой-нибудь может комментарий может что-то еще подписывайтесь подписывайтесь да может быть вплоть когда-нибудь поиграем годика или два в общем да посмотрим когда-нибудь что-нибудь там я думаю произойдет ну а пока да подписывайтесь Ну и да, если не поставил лайк авансом, то я думаю, вполне заслужили лайка сейчас. На этом все. С вами был ведущий проекта «Баскеток» Марк Бурчаков. И до следующего подкаста.